Продолжение следует... В эфире Абхазского телевидения и информационный выпуск Амши Кшара. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. С пожеланиями больших побед президент принял победителей международных спортивных турниров. В рамках проекта Агубэлра. Благотворительная акция Международного фонда Апсне. Как ежик встречал Новый год. Абхазский театр готовится к премьере новогодней сказки. Президент Рауль Хаджимба принял спортсменов победителей чемпионатов России, Европы и мира с 2013 по 2017 годы, а также их тренеров. Среди победителей и призеров трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России по вольной борьбе Денис Царгуш, а также представители 11 разных видов спорта, в которых наши спортсмены показывают наилучшие результаты. Всю Абхазию радует достижения в спорте, которые показывают наши спортсмены. Глава государства пригласил лучших из них, победителей и призеров в таких видах спорта, как вольная борьба, самбо, теннис, кикбоксинг, футбол, грэмплинг и карате. Особенно важно для каждого гражданина Абхазии то, что после побед на различных международных соревнованиях поднимается бело-зеленый абхазский флаг, отметил Рауль Хаджимба, приветствуя тренеров и спортсменов. Я искренне рад встрече с вами. Это цвет нашей молодежи, нашего государства. Люди, которые неустанно тренируясь, каждодневно занимаясь своими видами спорта, создают имидж и нашему государству становиться после победы под знамя абхазского государства. Это очень трепетное и волнующее событие. Мы хотим, чтобы эти успехи были бы еще большими. Физическая культура и спорт должны стать основой развития нашего государства. Здоровье нации превыше всего. Там, где есть эта составляющая, государство развивается, получает возможности совершенно другого уровня. В нашей стране очень много талантливой и перспективной молодежи. И это очень важно, отметил председатель Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба. У нас не только в спорте, у нас во всех видах молодежь, команды, молодежь, куда не выезжала, всегда возвращается в Абхазию с победами. И мы очень счастливы, что и в спорте растет достойнейшая молодежь, которая многое еще сделает для того, чтобы порадовать наш народ, порадовать руководство своей страны, порадовать свою семью, своих родителей. Огромное вам спасибо и удачи вам. Председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Баграт Хутаба поблагодарил президента за прием и подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию спорта в республике, и эта помощь имеет огромное значение. Баграт Хутаба преподнес Раулю Хаджимба подарок, который получил от Владислава Арденба после своей первой победы в Лондоне. Это лев, символизирующий мужество и непобедимость. Среди спортсменов чемпион мира Папара Тхэквондо Леон Цвижба. Молодой борец пожелал юным спортсменам успехов и выразил благодарность тренерам, родителям и всем благодаря труду и поддержке которых победы стали возможны. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здесь всем сидящим спортсменам дальнейших результатов. В 2018 году какие цели у вас есть, результаты, которые вы хотите добиться, олимпийские игры, чтобы это все осуществилось. В числе спортсменов, казалось бы, мужских видов спорта есть и девочки. Николя Гума, она вид хрупкая и очень женственная, победитель первенства Кубка мира Пашутакан Казыха 2016 года. Начала заниматься достаточно поздно, мне было 15 лет. Можно сказать, я даже не очень хотела идти на первую тренировку, но не пожалела, что пошла, потому что спорт для меня в моей жизни занимает очень большое место, и я не представляю своей жизнью уже без спорта. Воспитанники тренера по косике карате Денниса Адлиба самые юные чемпионы. София Абитсба – серебряный призер чемпионата мира 2017 года, а Эрик Худжаян и Анри Адлиба – чемпионы мира среди детей в своих возрастных категориях. Невероятные эмоции, очень как-то волнительно, когда я прям увидел нашего президента. Хочу ему сказать большое спасибо за то, что он нас принял и поблагодарил нас за то, что мы взяли призовые места. В Абхазии растет достойная молодежь, и это, безусловно, гордость и надежда всего народа. А чем больше молодых людей будет стремиться к победам и достижениям во всех областях, тем лучше будет будущее нашей страны. Рауль Хаджимба подписал указ о мерах по упорядочению наличноденежного обращения. Действия указа президента направлены на активизацию процесса безналичных расчетов при ведении хозяйственной деятельности на территории Республики Абхазия. Достижение прозрачности осуществляемых финансовых операций и предотвращение неучтенного денежного оборота. В частности, в соответствии с указом расчета между организациями и индивидуальными предпринимателями, а также между индивидуальными предпринимателями на территории Республики Абхазия, за исключением ИП, применяющих специальные системы налогообложения, сверхустановленного обслуживающими их кредитными организациями лимита остатка наличных денег в кассе, осуществляются в безналичном порядке. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Рауль Хаджимба поздравил энергетиков с профессиональным праздником. «Сложно преувеличить значение энергетики в нашей жизни, ведь от нее зависит жизнеспособность всех других отраслей экономики и комфорт, тепло и свет в домах наших людей. Несмотря на все трудности в энергетической системе нашей страны, вы демонстрируете высокий уровень профессионализма, выполняя каждый день колоссальный объем работ», отметил в частности в своем поздравлении президент. В Сухуми прошла расширенная конференция Республиканской политической партии АПСН с участием представителей партийных отделений из всех районов Абхазии. Выступающие не только обозначили существующие в стране проблемы, но и предлагали пути их решения. Репортаж Ринаты Шакая. Полицовет Республиканской политической партии АПСН принял решение сконцентрировать свое внимание на двух ключевых проблемах. В первую очередь это борьба с коррупцией и преступностью, обеспечение прозрачности деятельности всех ветвей власти, внедрение электронных технологий, включая электронный документооборот. «Вопрос по борьбе с коррупцией носит для нас не популистский или модный характер. Мы не стремимся заработать дешевые политические очки перед народом. Озвучивая эту тему, мы исходим абсолютно из другого. Ни о каком справедливом распределении национальных ресурсов, включая финансовых, ни о каких успешных реформах в экономике, образовании, науке, культуре, спорте не может быть и речи, если мы не справимся с коррупцией и не обеспечим прозрачность ветвей власти. Никогда наши люди, учителя, врачи, крестьяне, ученые, писатели, офицеры, ветераны войны, инвалиды войны, матери погибших, не почувствуют справедливости, если вопрос борьбы с коррупцией не будет сегодня на первом месте. Член полицовета партии Абсны, депутат Народного собрания Левун Голустян, затронув проблемы демографии, заявил о поддержке благодарительного фонда Асхара. Я хочу остановиться на вопросе, который активно обсуждался в самом начале появления фонда Асхара. Почему помощь оказывается только абхазским семьям? Не скрою, отвечать на этот вопрос пришлось, в частности, и мне. Считал и считаю принятую меру оправданной, учитывая острый характер демографической проблемы, с которой столкнулись именно абхазы. Необходимо еще раз отметить, что фонд Асхара является общественной организацией, поступления осуществляются за счет средств меценатов и добровольных пожертвований. Также Левун Голустян рассказал о текущей деятельности Народного собрания. Могу сказать о том, что мы понимаем, что есть определенные огрехи и пробелы в действующем законодательстве нашей страны, и мы всячески работаем над его совершенствованием. Вы знаете, что в догонку к тем инициативам, которые поступили от президента нашей страны, были созданы несколько рабочих групп. Одна из самых главных и важных – это рабочая группа, которую возглавляет наш коллега Валерий Владимирович Агрба по созданию законодательства о государственной службе. Даны четкие поручения в срок до 1 апреля будущего года подготовить документ и представить его на рассмотрение. Я думаю, что нет никаких оснований скептически относиться к тому, что этот документ будет представлен не вовремя. Работа идет, идет очень активно. Есть все основания полагать, что в самое ближайшее время соответствующий законопроект будет сформирован. Что касается других инициатив, создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в социальной сфере, об этом президент, в частности, говорил в своем послании недавно Народному собранию Абхазии, мы понимаем, что есть сложности, есть недостатки, мы готовы над этими недостатками работать. На встрече не обошли стороной и тему наркомании. Председатель Гудаутского отделения Республиканской политической партии АПСНЫ Данил Габния предложил как способ предотвращения, вовлечения большого количества молодых людей в наркозависимость, непрерывную профилактическую работу среди учащихся. Мне много раз приходилось присутствовать и проводить акции с решением этой проблемы. Мы встречались с молодежью, ездили по школам, как это было когда-то и при нас. Показывали видеоматериалы. В ходе этой деятельности мной было замечено то, что если придумать схему в школьных учреждениях, как обычный урок, который будет проходить 45 минут, только не так, чтобы в три года один раз, я уверен, мы заставим многих задуматься. Тем самым можно спасти этих ребят и направить их так, чтобы после им было что сказать тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Данил Габния также акцентировал свое внимание на проблемах детей с ограниченными возможностями развития, а именно с диагнозом ДЦП. В 2014 году количество особенных детей составляло 140 человек, а уже в 2017 году эта цифра возросла до 180 человек. Но это лишь по официальным данным, подчеркнул Данил Габния. Хотелось бы добавить, что мы этот вопрос внесли на обсуждение во время партийного собрания, где наша партия ПСНЭ решила взять шефство над проектом реализации и завершения ремонтных работ в данном помещении, что является нашим общим огромным вкладом в будущем в открытии реабилитационного центра в городе Герой Гудаута. В работе конференции партии ПСНЭ принял участие вице-президент Виталий Габни. По его словам, партия ПСНЭ на политическом олимпе республики самая молодая, но при этом линия у нее принципиальная. Партия ПСНЭ является партией провластной. В то же время я понимаю, что все вы и мы несем прямую ответственность за многие вопросы, которые сегодня являются нарицательными в народе и для общества. Но в то же время мы смело можем смотреть людям в глаза, поскольку, да, мы обещали, горели и верили в это. Да, много не получилось, но мы с несправедливостью не смирились. Мы на этом не заработали, не приобщились и своих целей не потеряли. После завершения официальной части мероприятия вице-президент Виталий Габни торжественно вручил орден Ахдзапша третьей степени вице-президенту Кони Фа Дмитрию Пагава. Рина Ташака, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Стартует программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса», который осуществляет организационную и финансовую поддержку инновационных проектов и помогает молодым исследователям реализоваться через инновационную деятельность. Проект представил ВАГУ руководитель программы «Умник» Антон Сорокин. Все слышали наверняка про Сколково, знают про Роснано, знают про РВК. У каждого свои подзадачи, у каждого сконцентрированного внимания на определенном секторе и компании молодых ученых и инноваторов. А мы при этом являемся самым старым институтом развития, созданный в 1994 году. Существует в нашей стране, на нашей территории, очень огромное количество молодых инноваторов. Идея фонда заключается в том, что человек, который имеет инновационный проект, приходит в фонд и начинает свое движение вперед. Наверняка многие слышали такое понятие, как инновационный лифт. Вот этот инновационный лифт, по сути, внутри фонда, в нашем представлении внутреннем, это такая лестница, по которой инноватор должен двигаться своим проектом. У нас за, получается, более чем 20 лет работы фонда, конечно, таких примеров масса, потому что только умников мы поддержали, больше 16 тысяч человек. И много людей, которые прошли весь этот путь. Инвалидные коляски повышенной комфортности получили 11 человек из числа остро нуждающихся. В преддверии Нового года помощь инвалидам Отечественной войны народа Абхазии и детям, подопечным реабилитационного центра, оказал Международный фонд АПСН в рамках проекта АГУБЛРА. Нисфа Аршба расскажет подробнее. Отечественная война народа Абхазии унесла тысячи жизней и еще столько же покалечила. С тех пор прошло уже четверть века, но раны еще не зажили. Аслан Тыркба – ветеран войны. Он получил ранение на поле боя. Травма оказалась сложной и лишила его возможности самостоятельно передвигаться. Жизненно необходимый подарок ветерану и еще десетирым инвалидам сделал Международный фонд АПСН, среди которых много боевых братьев, инвалидов-колясочников. Два месяца тому назад по институту членов правления Международного фонда АПСН в Уктай-Чикоте был начат сегодняшний проект. Он называется на Абхазском АГУБЛРА. Это именно инвалидам, ветеранам войны. Как вы знаете, им сегодня очень тяжело. Очень многие разные помощи нужны, но в первую очередь для них очень важно двигаться. Это акция сотая, если не тысячная в длинном списке помощи, оказываемой фондом АПСН. Для осуществления проекта сотрудники фонда бросили клич о помощи среди соотечественников, проживающих в Турции, Англии и Европе. Ведь на покупку этих ультрасовременных кресел нужны были серьезные средства. Стоимость около 20 тысяч долларов. Нам был передан список, где 11 человек были инвалиды, которые обратились к заявлению для получения этого помощи. И сегодня мы в радости передаем нашу помощь, наши коляске нашим инвалидам. Конечно, душа радуется. Перед Новым годом моментально их жизни можем не менять, но это, я думаю, перед Новым годом большой подарок для них, который жизни поможет. Современные технически оснащенные коляски необходимы инвалидам. Это единственное средство передвижения, с помощью которого они могут выйти за пределы своего жилья, увидеть окружающий мир, пообщаться с друзьями и сделать это самостоятельно, без посторонней помощи. Есть такое понимание в нашем инвалидском мире, что философия независимой жизни. Для того, чтобы человек самостоятельно жил и не зависел от того, чтобы его все время кто-то передвигал и так далее. Это очень важный момент реабилитации наших инвалидов. Сегодня я хочу сказать спасибо всем людям доброй воли, нашим братьям, которые организовали это все в лице фонда, международного фонда Апсны, которые не раз, кстати, нам, ребятам с инвалидностью оказывали помощь. Кресла многофункциональные. Можно на ходу менять несколько положений. Они легки в весе и в управлении, и при внешней миниатюрности крайне прочны и надежны. Колясок всего 11. Девять из них будут переданы инвалидам войны. Две – реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями. Нашим детям постоянно требуется поддержка государства и общества в целом, чтобы иметь возможность достойно жить и развиваться, чтобы бороться с болезнями и преодолевать их. Государство наше для таких детей создало прекрасный центр, где они проходят курсы восстановительного лечения. Но и большое значение имеет спонсорская помощь таких организаций, как Международный фонд Апсны. Проект Агублра осуществлялся в течение двух месяцев по инициативе членов правления Международного фонда Апсна. Его главная цель – помощь инвалидам войны. Ведь на таких маневренных агрегатах они теперь смогут преодолевать любые преграды. Низ Фаршба, Беслан Шхинджири, Абхазское телевидение. Генеральная репетиция детской новогодней сказки «Как ежик встречал Новый год» прошла в Абхазском государственном театре драмы. Автором детского спектакля является режиссер Алхас Шамба, который вместе с режиссером-постановщиком Мадиной Аргун в течение месяца готовились к премьере сказки. В спектакле заняты актеры-выпускники Санкт-Петербургского института культуры. На сцене Абхазского драматического театра новые герои. Ежик, впервые встречающий Новый год, и злодейка, который хочет испортить праздник. Детский спектакль отображает вечную тему добра и зла. До премьеры сказки «Как ежик встречал Новый год» осталось всего несколько дней. Режиссеры выравнивают цвет, актеры оттачивают роль. Мне выпала роль злодейки, я должна расстроить весь Новый год. И это не такая легкая роль, как мне кажется, потому что я себя в таких ролях очень редко вижу. Но я стараюсь, выкладываюсь, и мне кажется, что-то получается. Так как я себя чувствую иногда очень плохой, особенно если меня сильно разозлят, то я полностью вживаю свою роль. Спектакль о мечте ежика встретить Новый год. Нарушив все законы природы, он договорился с белкой, завел будильник и проснулся таки аккурат прямо перед самым началом волшебного праздника. После пробуждения ежика на сцену выходит злодейка. И начинается главное действие – противостояние двух сил – добра и зла. В конце спектакля, как повелось в хороших сказках, добро побеждает зло. По словам режиссера театра Мадины Аргун, подготовка к премьере шла более месяца. Каждодневные репетиции дали хороший результат. Актеры готовы показать все свое мастерство самым маленьким зрителям. Каждый год мы представляем нашему маленькому зрителю новую пьесу. В этот раз, в этом году, пьеса Алхаса Шамба «Как ежик встречал Новый год». Задействована вся молодежь, имеющаяся в театре. Это выпускники Санкт-Петербургского института. Основная часть этих молодых актеров занята. И, конечно же, наши актеры, которые уже с большим стажем. Премьера спектакля состоится 25 декабря. Детскую постановку смогут увидеть подопечные фонда «Ашана», благотворительные организации «Кераз», а также воспитанники лицея-интерната. Пока мы не будем раскрывать все секреты и рассказывать, как удалось ежику одолеть главную злодейку. Скажем лишь одно – маленький зритель сможет собственными глазами все увидеть и оценить. Сария Смыр, Леона Адлейба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. На побережье дождь, местами дождь со снегом. В предгорьях и в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 6,11 градусов. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова